Здравствуйте! Это новости на Дону. В студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. Внимание к избирателям и взаимодействие правительства с парламентом. Встреча губернатора с депутатами Госдумы. Оно выстраивается по мнению членов правительства более качественно, поэтому сразу высказываю слова благодарности. На Ростовской набережной снова праздник. За выпускным здесь отметили День молодежи. Смотрели всякие концентры, ходили на фонтан, там, как видите, искупались. Пингвиненок Пингви удивляет мир. Детская писательница из Ростова, лауреат международного конкурса «Лучшая книга года». Взяв веточку, отломившуюся от резкого порыва ветра, я перенесла его на сухое место, и несколько минут спустя червячок зашевелился. Выполнение наказов избирателей обсудили на встрече губернатор и депутаты Госдумы. По Ростовской области поступило больше двух тысяч заявок, и почти две сотни из них уже исполнены. Еще одна важная тема – как можно более тесное взаимодействие муниципальных, региональных и федеральных депутатов. Оно выстраивается, по мнению членов правительства, более качественно. Поэтому сразу высказываю слова благодарности и всем участникам процесса, и членам правительства, и депутатам Государственной думы за эту конструктивную позицию и, собственно говоря, активность в поддержке интересов области на федеральном уровне. По инициативе донских парламентариев в Госдуме принят в первом чтении закон, ужесточающий ответственность управляющих компаний, уклоняющихся от проверок. Среди предложений от Ростовской области – обеспечение пайковым углем ветеранов угольной отрасли, сохранение льгот на капремонт совместно проживающим инвалидам и пенсионерам. Сорок таких предложений, над которыми мы работаем. Я не буду конкретно отчитываться по каждой инициативе, что сделано. Тем не менее, я могу сказать, что по результатам весенней сессии мы представим подробный отчет. Каждая инициатива в какой-то стадии где-то находится проработки. Не все удается сделать. Особо значимы для региона вопросы сохранения Цемлянского водохранилища и решения проблем обманутых дольщиков. Василий Голубев призвал депутатов Госдумы активнее участвовать в наведении чистоты и благоустройстве в год экологии, подготовке к юбилею области и строительстве Народного музея на Самбекских высотах. Утро начинается с чая и стартапов. Своеобразное меню у бизнесменов, банкиров и представителей венчурных фондов. Сегодня губернатор пригласил их на деловой завтрак. Участники встречи и потенциальные инвесторы готовы вкладывать деньги в проекты молодых и амбициозных, а таких на Дону достаточно. Ежегодно в области, как уже это фактическая такая информация, появляется более 200 стартапов в самых разных сферах. Эти сферы агропром, медицины, образования, туризм. Площадкой для разработки стартапов стал Южный IT-парк. Сегодня он выпускает уже четвертый набор слушателей. Бизнесмены и инвесторы заверили, что готовы сотрудничать с молодыми разработчиками. Причем не только выбирать из готовых проектов, но и делать заказы. Как защитить плодородную почву обсуждала сегодня комиссия общественной палаты по развитию экономики, предпринимательства и инноваций. Если земля сельхозназначения находится в частной собственности, хозяин не отвечает за ее истощение и может отказаться от участия в государственном мониторинге состояния земли. Агрономы призывают спасать. Почву пока не поздно. Важнейшего для плодородия гумуса в верхнем слое должно быть 7%, а на деле не больше трех. То положение, в котором мы находимся сейчас, по сути дела, нас уже обязывает принимать управленческие решения. Нужно четко определить те мероприятия, которые нам сейчас по силам, выделить на них средства и реализовывать их. Удобрения и агрохимикаты предотвращают истощение почвы, но их недостаточно. Необходим старый добрый навоз. На один гектар нужно до 10 тонн навоза, а используется всего тонна. Решить эту проблему может развитие животноводства. Вот то, что мы растеряли за все эти годы реформ, за все эти годы активной такой, но неправильной деятельности, это нам надо не только восстановить, но и приумножить. Технологически мы готовы к этим вопросам. Остается правовая и финансовая база. Комиссия решила разработать меры, которые обяжут собственника предоставлять все сведения о состоянии почвы и сохранять ее. Определить желаемое будущее Ростовской области и найти способы его достижения. Такую задачу поставили перед собой участники первой форсайт-сессии на тему социально-экономической развития региона до 2030 года. Специалисты в науке, финансах и бизнесе считают, что в первую очередь нужны продвижение области на внешние рынки, въездной и внутренний туризм, медицина будущего, предпринимательство и цифровая экономика. Люди предлагают идеи свои, но по определенному мыследеятельному алгоритму и специальные модераторы и сборщики потом могут каждую идею учесть и, так скажем, упаковать уже в дорожную карту. Первая задача – узнать, а что же мы желаем на самом деле достичь в будущем, в социальной сфере, какая должна быть городская среда, какая должна быть сельская зона, какие ожидания у населения региона, по мнению экспертов, по уровню благосостояния. Мы хотим все-таки найти баланс между экологией и индустриализацией. Мнение экспертов соберут и будут учитывать при написании социально-экономической стратегии региона до 2030 года. Праздники за праздником на Ростовской набережной. Молодые люди здесь и день и ночь. После громкого выпускного здесь отметили День молодежи с пенной дискотекой, историческими стендами, стритболом и мороженым из азота. Современная молодежь – люди до 30 лет, и это только официально, плюс все, кто молодым себя чувствует. Так что День молодежи – праздник практически всеобщий. Знакомство еще с разными людьми, интересные всякие развлекательные мероприятия. Смотрели всякие концертры, ходили на фонтан, там, как видите, искупались. Это сплочает молодых людей, которые могут со всей Ростовской области приехать в Ростов, здесь повеселиться, также оторваться, познакомиться. Познакомиться можно и с молодежью прошлых веков, помогают исторические экспозиции. Из Усть-Донецкого района привезли показать походную кузню, одежду, посуду и предложили пострелять из лука. Я сам молодой, я хочу, чтобы ребята увлекались историей, потому что, ну, это интересно. Историю 70-летней давности представили военно-патриотические клубы. Рядом ретроавтомобили и научные открытия. Для тех, кто любит сладкое, необычное угощение приготовили студенты ДГТУ. Из необычного сегодня у нас мороженое из жидкого азота. Если хотите попробовать такое вкусное сочетание фруктов и замороженных йогуртов, то приходите к нам. Удачи во всем написал свое пожелание глава региона. От него и первые слова поздравления. Уверен, что ваша активная жизненная позиция, желание менять мир, желание не успокаиваться, быть всегда активными и целеустремленными – это то, что нам сегодня нужно. Нам нужно, чтобы каждый из вас занимал определенную нишу в этой жизни и обязательно достиг своей цели. За активную работу с молодежью Василий Голубев наградил работников образования и общественников. Завершился праздник дискотекой. И молодые сердца, что бьются ровно и так, сегодня встретились здесь, мы рады новым друзьям. Елена Ребжанова, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Во вторую корзину поместила ЕГЭ в шар Ростов-Дона перед жеребьевкой Лиги чемпионов. Это значит, в группе с нами будет один из суперклубов. Чемпион Лиги – венгерский Диор, финалист – македонский Вардар, черногорская будущность или румынский Бухарест. В то же время нам не достанутся товарищи по второй корзине – норвежский Ларвик, датский Нюкебинг и французский Мец. Жеребьевка группового этапа главного европейского турнира начнется в пятницу в 10 часов вечера. Еще одна гандбольная новость. Определились соперники сборной России на групповом этапе чемпионата мира. Жеребий вывел команду Трифилова в группу «Ц» вместе с коллективами из Дании, Японии, Туниса, Черногории и Бразилии. Заметим, что в двух последних играют новички Ростов-Дона – Катарина Булатович и Маиса Пессоа. Чемпионат мира пройдет в Германии с 1 по 17 декабря. Сказка-ложь, давние тайны, интриги и расследования. История – таинственное исчезновение. Ростовчанки Светланы Фадеевой стала лауреатом германского международного конкурса «Лучшая книга года» в номинации «Детская литература». А три года назад сказка победила в конкурсе «Литературная вена». Мне хочется, чтобы иллюстрирование было как отдельным видом искусства, таким, каким оно было в советское время. Достаточно вспомнить книги известных советских художников и иллюстраторов. Воображариум писателя, особенно детского, в книжных иллюстрациях. Свою маленькую страну Светлана Фадеева открывает в каждой новой сказке. Нарисовать и описать добро и любовь одновременно сложно, а эмоции порой важнее букв. Именно свои детские эмоции обычно вспоминают родители, выбирая книгу ребенку. Несмотря на то, что современных авторов ничуть не меньше, чем было в советское время, о них мало известно широкой публике. Скажем так, раньше литература, она была для широких масс. Сейчас, по моему мнению, литература является даже некой субкультурой для узкого числа людей. Почему? Потому что государства практически не участвуют в духовной жизни населения. Зимнюю сказку о приключениях непоседы пингви Светлана написала еще в 2010-м. Преподаватель английского и французского языков не планировала делать из хобби профессию, но остановить творчество не смогла. Зачитывала с Виталием Бианки, Михаилом Пришвиным, а вдохновение черпала из собственной кладовой солнца. Однажды осенним ливнем размыло в Ростове-на-Дону дороги и потоки воды бежали по улице в неясном направлении. И так на одной из улиц я обнаружила почти безжизненного розового червячка. Взяв веточку, отломившуюся от резкого порыва ветра, я перенесла его на сухое место и несколько минут спустя червячок зашевелился. Так, во время обеденного перерыва героем самой первой сказки стал червячок Чарли. Еще не опубликованной историей Светлана показала драматургу и сказочнику Юрию Харламову. Он и убедил девушку продолжать творить. А уже через пару лет ее детективная сказка «Таинственное исчезновение» стала лауреатом двух престижных международных конкурсов. Вот эта книга, будучи рукописью, она удостоилась международной награды в Вене, в Австрии, куда я была приглашена на литературный форум, лингвистическую конференцию. А уже в 2017 году, как только книга покинула типографию, она отправилась на конкурс в Берлин. Из Германии Светлана привезла третье место в номинации «Детская литература международного конкурса писателей, пишущих на русском языке. Лучшая книга года». Уже через месяц выйдет ее сборник сказки «Дедушки Рака», а в мечтах – оживить свои сказки в мультфильмах. Юлия Сурикова, Руслан Хамчиев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15.00. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова